Батюшка, благословите нам занятие. Батюшка, благословение священнического охота. Батюшка, благословение священнического охота. Что отныне не буду пить от плода сего виноградного до того дня, когда буду пить с вами новое вино в царстве отца моего. Батюшка, благословение священнического охота. Батюшка, благословение священнического охота. Ибо ел и пил не потому, что имел нужду в пище, а для уверения в истинной природе тела своего. Свое воскресенье справедливо называет царствием. Ибо тогда он упразднил смерть, явившись истинным царем. С большой буквы здесь царем. Или можешь понимать и так. Новое питье есть откровение тайн Божьих, которые откроются тогда в царстве Божьем. То есть при втором пришествии. И будут новыми. Каких то есть мы никогда не слышали. Каких то есть мы никогда не слышали. Христос обещается сам пить их вместе с нами. В том смысле, что нашу пользу почитает своей пищей и питьем. Ну как Господь говорит в Ветхом Завете еще. И вложу им новое сердце, не каменное, а плотяное. А у нас что, не плотяное что ли? У нас какое оно каменное? А вот новое. Он говорит, творю все новое. Я был у сектантов. Они говорят, ну что ты со своей бородой? Христос же сказал, творю все новое. Новый человек, новая тварь. Я говорю, и что новая тварь без бороды должна быть? Такие смущаются. Ну не знаю, не написано про бороду ничего. И все, и все безбородые ходят довольные такие. Я им говорю, вот вы пятидесятники. Вы знаете, почему вас называют нео-пятидесятники? Нео еще, не просто новые, значит. Я говорю, потому что до вас были пятидесятники. До вас, это там сороковых годов. Они были с бородами еще. Ну пускай там стрижены какие-то. А баптисты, там пашковцы, прохановцы, они были все с бородами, мужчины. Почему вы бороды-то? Я могу сказать почему. Это еще в шестнадцатом веке при Стоглавом соборе было сказано два правила. Тридцать пятое и, батька, не помните какое еще? Сотая, по-моему. Тридцать пятое. Это стирать. Тихо-тихо. Блудодейственная ересь называется она. Блудодейственная. То есть для того, потому что женщинам нравится. А женщинам почему нравится? Потому что женщинам может все. Выше стать, каблуки вот и кущие одеть. Сильнее стать, пойти в зал накачаться там, потом ходят такие. Языкатый может быть, денег может больше получать. Борода у нее не растет. У женщины. Поэтому, это самое первое, что у нее борода не растет зависти. Вот у женщины внутри зависть. Почему? Потому что женщина, она же не сотворена, она для мужа написана. Первое колитвом, одиннадцатая глава. И не муж для жены, а жена для мужа. Почему вот хорошо сестра сегодня сказала. Я замужем, поэтому... Замужем, замужем. Поэтому муж для меня, он всегда хорош. Дай Бог, чтобы это было в вере всегда. Это очень хорошо. И тогда женщина на своем месте. Тогда и любовь, и там вот это вот, что муж должен умереть за жену свою. Откуда такое Господь взял? Ну, как говорит Христос, умер за церковь. Поэтому, говорит, и муж так должен любить свою, что умереть за нее. Вы понимаете? А не написано, а жена должна там прыгнуть, как Александр Матросов, на дом за мужа. Ничего подобного нет у этого. А жена должна что? Заниматься воспитанием. Быть такой положительной, как Сирах описывает в 30-й главе. И рано, говорит, у нее там огонек уже горит. А что она там делает? За рукоделием сидит. Уже все заботится. Та чаку не пылает уже, все. То есть муж всегда позавтракает. Ангела Меркель. Да чего там страшная такая женщина? Ну, все ее видели, да? А молоденькая-то, а вы знаете, что она из ГДР на самом деле-то? Ее там приучили работать. Там они тоже не очень хорошо жили. И она говорит, я, говорит, завтрак мужу готовлю. И Маргарет Тэтчер, там, железная леди. Чем вы, говорит, занимаетесь? Вот самый приоритет ваш, она мужа накормить. Приоритет. Тоже по ресторанам не ходят постоянно люди. Богатые же. А почему? Семья. Вот семья. Я про Черчилля смотрел фильм. Так семья была для него все. Как его подправляли? Великий муж, там, не голова, а тут советов. Так страну, практически уже ставленную на колени фашизмом, вытащил он один. Воевал со всеми подряд. Весь парламент. И король выбрал именно его. Больше всего его не любил за его, такой, что он, такой, как бультерьер. Воль на бульдога, говорит, похож. Такой сигарой он еще такой. Неказистый. Коньячок все же попивал. А жена, он раз в очередной раз наливает. И такой карто, жена у него раз так мимо. Тебе не кажется, что на сегодня уже хватит? Ты уже будешь по-другому сейчас думать. Благодарю, дорогая. Благодарю, раз пошел. Такой, это, показываю, если правда это. Такой сентиментальный. На людях просто гром. Особенно против Советского Союза после войны, когда Советский Союз не перестал садить в тюрьму. Ну все, у себя людей, в концлагерях. Это все знали же они. Они им мультиматумы там славят. И он прям такую пламенную речь сказал против Советского Союза, против этого режима. Но деваться некуда было. И дома такой сядет к жене. Я тебя давно полюбил. Я тебя давно полюбил. Так ты же там на другую смотрел. Нет, нет, это я там специально сам на тебя посмотрел. Таким между собой милуются, любуются. Бога не прокляли люди. Жили, ну как могли, с Богом. Венчанные там и так далее. Все у них не прекращалось. А у нас вроде, видите, какая катастрофа. И поэтому они там, антиохей, не знают, что с нами делать-то. Приехали с России взрослых не крестим. У них 7 детей. Ну и понять их можно, правильно? А каноны попробуй тут сейчас. Какие каноны? Вот Игнат Игнатьевич говорит, вы говорите, так. Все так позапутали, вот эти, говорит, ну, священники. Ну и сама история. Все так позапутала. Ну и теперь все просто. Там есть канон. Если ты не знаешь, нету свидетелей. Ну крестись ты за троекратным погружением. А люди чего боятся-то больше всего? Денег у них возьмут за крещение, раз. Потом дальше что-то нужно делать. Еще что-то там читать нужно. А если еще меняться, тебе говорят. А когда человеку начинаешь полностью все показывать и говорить. Так ты видишь еще, когда ты был. Ты крещеный? Ну да, конечно, я крещеный уже. Все понятно там. Не надо мне тратиться. Ничего, я крещеный. Трекратно, все. А ты женатый? Да, женатый. Венчанный? Нет, конечно, не венчанный. Сколько ты уже живешь в Булуде? А Булуд, это вот, вот это вот, видишь, сколько. А прелюбодействовал, вот видите, сколько тебе канонов уже. Тебе уже знаешь, сколько лет? Нету столько лет, сколько можно тебе положить. Ну, максимум, там, 30 лет, там, больше, там, это уже за скотоложество, там, всякое, там, мерзости. И что с тобой делать, как? А вы знаете, что-то я так, это, там, какие-то сомнения есть, крещеный или не крещен. И начинают в обратную сторону отгребать уже люди. А когда, говорит, если ты не крещен, тогда, как ты, язычник был, и люди, так, так, давай и назад. И сколько раз это было? Интересно. А когда люди, ну, допустим, этот, Сергей, мы так и разговариваем же. Вы, Сергей, у вас есть жена? Да, жена есть. И этот, Георгий, тоже у него жена. И с ней разводиться уже нельзя. Да, да, нельзя уже, все, вы уже крещены, все, вот сейчас, она ваша жена уже, все. Не бросить ее нельзя, ничего. Да, 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 такой сразу, да. Ну, нет, наверное, нет, такой подумал еще. Вячеслав тоже вместе с ним такой подключился, видать, тоже. Я говорю, вообще, это, конечно, хорошая, семья, дружная. Вы тоже можете, да, она верующая, там, ходит, там, в храм. Так вот бы и венчаться вам, раз она верующая-то, как? Он такой, ну, вот, будем работать над этим, такой серьезный. Смотрите, а потом вообще уже ничего нельзя будет, уже венчанное. Серьезные вопросы решаются. Да. Ну, слава богу, решение приходит, и люди, людям Господь помогает. Давайте дальше, все. 30-й стих. И воспев, пошли на гору Ильонскую. Воспев, там, где-то написано. По окончании вечери они воспели, дабы мы знали, что... И нам должно делать так же. Что значит, должно нам? Петь. Должно петь нам. Вот мы на костре попели, сейчас попели, ну, кто как мог. Вот у нас учебник есть, надо сразу подсаживаться и петь. У нас как-то все это забылось. Сначала мы пели, прямо вот сидели, ну, часто. Потом Игнатий говорит, давайте так, никто не уходит, сейчас споем, а потом разойдемся. Ну, и что-то это как-то практика прекратилась у нас. Петь, песнопеяними духовными. Голоса нет, тогда голоса нет. А когда все вместе поют... Я хочу, а голоса нет. У тебя хороший голос, мужик, очень. Прекрасный. Прекрасный. Слухай, слухай, просто слухай, нет, больше слуха нет. То есть меня как-то приняли там со слухом. Ну, хочу петь, я пела бы, но нету голоса. Ну, у нас даже Людмила Степановна поет. А что, что значит даже? Ну, это значит даже. У нас все записано. Конечно. Ну, она молодец, она жила. А Игнатий Тихонович, слышали, как поет? Ну, да. Ну, и все равно отлично он подпевает, хорошо. Когда много-то поют, да пойте, пожалуйста. Не, ну, мы и пели на констрете. Хорошо, молодцы. Правильно делали. И сейчас тоже можно петь, подсаживаться и петь. Он не старается, что-то подключился. Лена попыталась, но она слава только знает. Ну, и она занималась еще делом, да. Она тоже желание есть. В следующий раз пускай другие, а ты лучше пуй. Пускай многие. Идет на гору Илеонскую вместо известной иудеям, а у них другое какое-либо неизвестное для них место, дабы не подумали, что он бегает. То есть убегает куда-то. А вместе и для того уходит из кровожарного города и оставляет его, чтобы не воспрепятствовать им гнаться за собой. А после обличить их, что они преследовали его и по отшествии. То есть, ну, как бы сказано, если гонят тебя в одном городе, уходи в другой. Вот он и идет в Гемсиманию, там недалеко от Иерусалима, это место. И называет, видите, как Иерусалим, кровожадным городом. И все-таки блудница на звере Багряном, на лбу которой написано тайно, это будет не Иерусалим. Этот город Вавилон написано. Это древнее прибежище убийцы. А это будет все-таки наша Москва, столица. Да, все-таки не смогут наши правители выкрутиться из этого положения. Слушай, там открыты камеры? Камера открыта? Хорошо. Ну, записывай? Да. Поэтому, ну, как бы страшно это ни звучало, вот так. Ну, вы не думайте, что русские люди грешнее всех других. Евреям еще больше грешнее. Они до сих пор рассеяны, никак собраться не могут. Видите, вокруг них что там творится? Как раз вот сестра приехала с тех мест. Ни покоя нету. И это покоя не от Господа нету. Вот это называется от дурной головы, своему телу, своему покоя нету. Все это, вот вокруг там бьются, арабы называют их арабы, а это и евреи. Так евреи-то те же самые арабы. Они тоже арабы. Только это по имени Евера названо, не евреи. А те арабы, арабы должны называться измалитяне. Даже так сейчас скажу. Измалитяне Аароновичи. Вот как они должны называться. Палестинов, Израильтян Ааронович. Или так, земля обетаванов, Палестян Ааронович. Вот кто они. Измаил, Авраам, у него отец. Авраам. Исаак, его сын Авраама. То есть, Исаак Авраамович, а тот Измаил Авраамович. То есть, вот они друг против друга бьются, никак не могут успокоиться. Потому что это была египтянка. А он был тоже арабитянин. Он тоже, ну не арабитянин, но не совсем арабитянин. Он с Месопотамией. Ну там, кажется, они все обнимают. Да, они все кочевые. Кочевые, кочевые все одного. А почему? Потому что они могут примириться с Господом. А русский народ, почему вот так нас, как говорят, трясет, как груши. То же самое, не можем примириться с Богом. Никак. Нашли себе новую такую религию, которая полезна для тела больше, чем для души. Без Евангелия решили обойтись. Вот так есть Союз там, программа. Спас Союз. И там показывают постоянно службу. Я смотрю. И вот вчера смотрел службу. Вот вышел диакон, стоит, держит Евангелие. Стоит и вот так его трусит аж. А Евангелие раз 15 больше, чем вот эта книга. А эта тяжелая. В золотых тиснениях. И он вот так стоит, вот так лицо приклюнуто. И вот так вот держит. Видно, что он прям по-настоящему трудится. Как он не потеет, я беспотел. Ну там потому что это хорошее. И он стоит и возгласы дает еще. Возглас как подает, у него что так все. Чувствуется, что напряжение. У него напряжение больше он там стоит от того, что он делает какую-то физическую работу. Я думаю, интересно, как душа у тебя. Ну видно, что бритые, конечно, вот это вот. А напротив него стоит и подьяком. Там свеча там это все. И весь бритый. Весь. Вот как немножко щетина проросла вот здесь. И на лысине щетина. Одновременно прям побрил и голову, и вот тут. Для, видать, для съемок. Храм огромальный. Ну в Москве, конечно. Все золотом сверкает. Ну как мусульманина отличить? Ну мусульманину можно. У него хоть какая-то бородка будет. Пускай усы бритые и лысина. Но этот-то вообще полностью. Как я допустили? Почему? Ну этот просто ухоженный дьяком. И как хор как запел. Ух. Как ввысь ударило все это. Я сразу вспоминаю. 20 век. Здесь тот же сей кражи. Церковный хор взнесен под купола. Кому зачем все это нужно? Как бы заходит верующий человек и начинает искать. Кому зачем все это? Все надвое. Все ввозь. Все пополам. До половины понято, пропето. Повсюду душно и тоска. Не видно ни просвета. Один мрак вокруг Ивнатина. Такие стихи в тюрьме писал. Сидел в тюрьме, а думал о душности, которая в храме. А душно от чего? Потому что ты стоишь и знаешь, будущего нет у тебя. Ты сейчас выйдешь и пойдешь хоть куда. И никому ты не интересен. И никого не заинтересуешь словами Христа. Мы просто счастливы, что можем сидеть, смотреть друг на друга, внимать словам Христовым. И радоваться тому, что, почему называется, любите друг друга, а там этого нельзя сделать. Ты отдаешь любовь, а там ничего нет. Мы сколько ходили, благовествовали, там Евангелие раздавали. Отдача только одна. Хорошо у тебя Евангелие взяли. Редко там, а так еще по шапке получишь. Что вы тут ходите, ходите, все, ходите, ходите, все. Еще священники иногда выйдут. Ну, священники реже, а дьяконы-то уж его поддадут. Семинаристы там, те уж в первую очередь по мордосам он нужен. И ты понимаешь, просвета нет. А когда у тебя община здесь рядом, когда ты знаешь, что в храм придешь, опять будет здесь батюшка, будет служба. Рядом все, и причем проповедь такая понятная. И видно, что когда священник говорит проповедь, о чем он говорит. А там говорят, и вот, допустим, я был в Тогуре, и там про меня все время по Златоусту читал проповедь Вячеслав Масленников. Священник. Про меня все время. Я в зарубежной церкви, со мной ни разу не поговорил, просто узнал, что я в зарубежной церкви. И против зарубежной церкви в моем лице он обличал в ересе там, всем подряд. И читал Златоуста при этом. И все время. У нас есть эти примеры. А я там стою, я стою, молчу. Чего я буду говорить, когда я пришел помолиться? И Татьяна Павловна там была, она потом в нашей общине была. Сейчас она опять там Тогуре не появляется здесь. Ну, долго была. Она говорит, это он про тебя. Я говорю, про меня? Да. Он же раньше вообще проповеди не читал. Я говорю, как? Ничего никогда нет. Я говорю, а я говорю, сколько он Златоуста читает? Так это я ему сказала. Что у них там читают Златоуста в храм. И он такой, да? Хорошо, буду читать. И берет Златоуста, читает подряд. А обращаются на нас. Здорово придумано, да? Но мы и на этом рады были. Люди хоть послушали Златоуста. Правда, там на церковном славянском он местописание. Ну, что, что, поделать, что же. Так что... Да, про песнопение-то. Петь-то надо. Дома, если будете петь, набирайте старые баптистские песнопения. В интернете старые баптистские. Именно старые слова, не забудьте. А потому что новые, там у них... Бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум. Что? Да, барабаны. Бум-бум-бум-бум-бум. Вот эти барабаны. Постоянно вот это новое. И они вот баптисты, когда мы начали им эти песнопения петь, пришли к баптистам на коммунаров и сидели там, ждали, но пока будет собрание. А мы пораньше пришли, там, насчет работы, короче, поговорить с ребятами. И пришли их старожилы, уже в возрасте люди, 70 лет, 80, бабушки, там, еды, дедов много. И сидим. И это... Ну, что, споем? А нас там трое было. Давайте споем. И мы начали петь чудное озеро Гене-Советское. Они такие посмотрели на нас. Вот, и такие вокруг сели, а там много кресел. А мы так в проходе, и вот тут сидели. Они собрались отовсюду, сели. А давайте вот это еще. И они как стали, начали старые песни петь. И такие все довольные прямо. Я думаю, что они такие довольные? А потом говорят, да эти-то песнопения у них не поются, у них постоянно подновление, подновление, подновление. И там музыка уже под молодежь идет все это. Барабаны, барабаны звучат. И потом мы с баптистами работали уже современно. В 2007-м. У них нету старых песнопений. Я говорю, а вот это вот у вас есть? Я к бессмертии иду, наступая на зло. И скорбей, и страданий дорогой. Они такие... Мы это что, старьевы будем петь? У них там барабаны бои такой. Он говорит, сатана, уходи, уходи от нас, сатана. Вот так вот прям поют. Я говорю, да мы его призвали уже, этого сатану-то. Вы что тут слушаете, говорю? Они такие смущаются. Ну ты что, это у нас любимое песнопение? Я говорю, я вижу. Я по вам вижу, что это у вас любимое. Да, по душе ваше. Если вы находитесь и слышите, он зовут. Конечно. Впухлый просто. Больше это проклятое имя от Господа повторяет. Зачем, какой смысл? Вы о Христе пойте-то. Он и сам убежит. Читайте «Жития святых». Но у них нету «Жития святых». Да, кстати, у них сейчас свой исторический опыт есть, поэтому с ними уже можно говорить о «Жития святых». Когда они начинают там что-то, ну там, в кабинется, вы говорите, у вас есть же братья, которых вы почитаете и убили? У них есть они. Да, есть. Я говорю, так у нас-то их намного больше, чем у вас. У вас-то всего у нас с 16 века, а мы-то и ведем. От крещения Господня, церковь-то идет, от апостольского призвания. Так что у нас очень много братьев, которые потрудились, которые были в тюрьмах, которых убили, мученики, исповедники. И так далее. Так что они братья, ну мы их отцами называем, потому что они нам как отцы духовные. Они тогда начинают думать, задумываться. У них очень много которых они почитают своих братьев, там, сестер. Они их там по именам знают и так далее. Но они их святыми так, как мы не называют. Хотя они себя святыми называют. Мы же святые, святые. От слова избранные, святые, освященные. Господь освятил тебя, просвещает нас светом Евангелия, благовестия своего. И мы как раз оказываемся вот в этом свете, святые. Они просто святые, не святые, а святые. Святая, святынь. Да. Это именно так. А святая? Поэтому, если скажут, а у меня в тайге, у меня прозвище там было, ну как они погоняло говорят, святой. Поп и святой. А у Глужкова Игоря было? Как? Монах. Глужкова, да. Он и похож. На монаха сильно похож. На Украинского. Да. Какого? Видите, все перевернулось. Вообще не помню. А блаженный, значит, перевернул. Есть вопросы про, кто такие киржаки. Я недавно узнала. Керша далека. Ну, то есть они здесь на Алтае живут? Нет, это при чем здесь Алтай? Да не Алтайская река. Это река на границе Белоруссии и Литвы и Польши. А почему они здесь живут, в Горно-Алтайской реке? Потому что их оттуда изгнали. Они жили там на этой реке. Они не сосланы были, они сами туда убежали. Они убежали еще в конце 17 века. Когда 1666 год разделение произошло. И вот они в конце, вот как раз они ушли туда. Ушли и там жили по этой реке. Им там было хорошо. Тогда там были безлюдные места. Потом там начали строить всякие остроги по границам. Начались войны петровские. И до них дошли солдаты. И их оттуда вышибали. Они там жгли друг себя. И по полторы, по две тысячи людей сожигались. Свечки ставили около двери. И говорили, у нас стоит свечка. Если будете долбить дверь, она упадет, загорится сено. Мы тушить не будем. И все. И вот так вот. И солдаты долбились. Хотели выламывать. А там двери вот такие еще дубовые. И все. И свечки падали. И люди прям сожигались. Не успевали их вытаскивать. Священства у них нет? Священства. У них не было священства. Конечно же. Откуда у них нет? Тогда еще были священники. Тогда еще оставались у них священники. Священников много осталось с пастой своей. Но потом они умирали уже. И когда кержаки попали сюда уже, то есть эти люди, там-то негде было прятаться уже. Все было заселено. Негде прятаться просто. Они-то прятались там в лесах. И тогда куда? Сюда в Сибирь подаваться. Сначала сюда ближе, на Урал. Потом дальше, дальше. И вот так продвигались. А по названию реки, кержаки так и остались. А они, а старобрядцы, держатся, делятся старобрядцы и староверы. Староверы, это беспополцы. Старобрядцы на две ветви. Новокреницкие. Ой, Новозыбковские и Белокреницкие. Белая Креница. Это была раньше российская территория. Она потом под Остряками была, потом опять наша территория была. И в 1760 каком-то году, сейчас не помню. При Екатерине, по-моему, это было. Ой, не помню. Ну, в общем, где-то через 100 лет после того, как потеряно было все старобрядчество, вот это священство, Павел и Сергий, два инока старобрядческих, они, ну там еще у них группа какая-то была благочестивая, найти епископа, который мог бы возродить священство старобрядческое. И они нашли его, митрополит на покое греческий. Не помню, как его. Батюшка! Не помните, как митрополита греческого, который возобновил священство? Киприан. И вот, в общем, короче говоря, он согласился, они ему все объяснили, и он согласился до такой степени. Не знаю, что он, как там. Ну и он успел только положить еще трех епископов или двух, ну там точно никто не знает. И его арестовали австрийские власти. Это все в белой кризисе было. А? Амвросий был. Амвросий. А вопросы начали задавать, мы уже тут. Хорошо. Ну мы не лезем, мы просто разбираем вопрос, как получилось. Чтобы знать. Амвросий, да, Амвросий. И вот так вот дальше пошли, они начали рукополагать, рукополагать, рукополагать. И вот теперь Новозыпковский, это почему? Новозыпковский. Там поселок был. Сейчас это территория Москвы, кладбище там какое-то. И вот на этом кладбище там был храм, в котором впервые начали службу проводить единоверцы. То есть священники от, не московской, как они назывались, новообрядческой церкви. Новообрядческая, это вот мы все. Да, новый обряд. Они стали единоверцем, и вот у них там, и вот эта единоверческая, и от них пошло, вот то есть из новообрядцев, ну, душой прикипели людям, которые остались с двумя перстами. И вот они, у них, и это сейчас так и продолжилось. А сейчас у них свои уже, там, епископы, и все. Не признают они никого. Так что, более-менее понятно? Считается всего, без поповских, 42 было толка, сейчас не знаю сколько. 42, без поповцев. Там, святого валенка, там, дырники, эти, часовины. Ну, так они, потому что верят. Ну, там они своеобразные такие. Если читали, комеры же, там как раз от этих, говорится, об одном из толков. Так, читаем дальше. 31-32 стихи. Тогда говорит им Иисус, все вы соблазнитесь о мне в эту ночь, ибо написано, поражу пастыря, рассеются овцы стада. По воскресенье же моем предварю вас в Галилее. Толкование. Как Бог, Он предсказывает будущее. А чтобы ученики не соблазнились и не вменили этого в укор себе, говорит, что так написано, поражу пастыря, и рассеются овцы стада. Захария 13-7. Этим внушает следующее. При мне вы были все вместе, а моя разлука рассеет вас. Поражение сына приписывается отцу в том смысле, что иудеи распяли Господа по изволению, то есть по допущению отца. Он мог воспрепятствовать им, но не препятствовал, а попустил. Потому и говорится, что он поразил. Показывает, что Иерусалим, он оставил и пойдет к язычникам, ибо в Галилее жили язычники. Соблазнитесь. Ну, это мы сейчас сплошь и рядом видим. Особенно колинников любят вопросы эти задавать. А что будет, когда никого батюшки не будет, внатих ничего не будет? Вот вы все рассеетесь, и все. Ну, так вот. Немножко сам сегодня об этом говорил. Рассеетесь. И как они рассеялись? Они странно рассеялись. Они рассеялись по всему миру. Христа не было. Апостолы остались. И пошли, пошли. Благовествовали, благовествовали, благовествовали. И столько общин возродилось. И целые страны стали православными. В конечном итоге, христианскими. Рим рухнул. Кто мог бы представить, что Рим рухнет от христианства? И почему, предсказываю, почему поражение римлянам? Почему именно римляне начали терпеть катастрофу еще в третьем веке начиная? И все говорят, только потому, что христианство вторглось в социальную сферу. То есть жизненные обычаи Рима. Они раньше были язычники. У них было все, как и у всех нормальных, неверующих, а верующих в сатану людей. Главное – сила. Или такое добро, которое с кулаками. Я добрый. Ну, когда бы я помосил, ты поймешь, кто прав и кто старше. Ну, и сейчас это приветствуется среди людей, которые считают себя христианами. На самом деле, они совершенно неверующие. Добро должно быть с кулаками. И показывают вот такой кулак. Добро должно быть с кулаками. Как баскетбольный мячик. Ничего себе. Добро. А Господь говорит, не отвечайте на зло злом, а отвечайте на зло добром. И вот, когда начали люди возрождаться во Христе в римском обществе, то постепенно это падение от нравов начало повышаться. И мы видим уже, даже Нерон апостола Павла за что казнил. Страшно. Так он уже его сначала отпустил. За то, что одна из его сестер, она за христианина, там, замуж вышла. И уверовала, и начала ему там рассказывать о Христе. И он разъявился там почему-то. То есть уже при Нероне. Это был 65-й год. Только-только христиане рассеялись. Потом дальше, больше и так далее. Потом мы видим Георгий Победоносец. Диоклетиан уже. Его любимейший телохранитель. Молодой человек, там, 25 лет. И вдруг христианин. Так более того, выясняется и жена его, Александра, христианка. И ее пришлось убивать. И повели на казнь уже. Господь так сделал, что... А он ее так любил, там, красавица была. И она уже села там на камушке отдохнуть. Тащили ее там уже после этих истязаний, видосов. И это отдало Богу душу. Почему и Георгий Победоносец, и вместе Александр, царица. Знаете же, да, в этом. Жития святых. И там говорится, как его... А он был любимый у него. Так его там как истязали. Так он два раза возрождался. На третий раз уже воскреска. Тогда голову отрубили. А так негашенной известью засыпали. Сначала разорвали его острейшими орудиями. Называется колесование. Колесование. Что такое колесование? Знаете? Да. Что такое? Ну-ка, ну-ка, что это такое? Вот так вертолет обычно показывают. Колесо сражали не так. И не хочу ничего. Так оно колесо не вот так крутится, а вот так. Вот так крутится. И на нем разные острые предметы. Какие скребут, какие режут. Какие надрезают. Вот так скоблят тебя. И опускают на какое расстояние. Тебе, допустим, бачок нужно подрезать. Где вот так вот кладут на этот станок. И потом колесо вот так крутится, его опускают. И сколько с тебя стружки снять. Как вот у нас картошку чистят. Вот такие делали орудия. И его всего-то, всего расколесовали. И потом его на 12 частей разделили. И 12 воинов стояли по краям помоста этого. А когда они отвернулись, в этот момент Господь взял его и соединил всего. Вот как разбросан был кусками. Он его раз и воссоединил. Они поворачиваются, он стоит перед ними. Они упали на колени. Прославили Господа. А царь уже пошел. Ну что, все, кровавое зрелище. Зачем, месиво. Ему кричат, так это. Живой. Георгий. А его никто не держит. Он идет и восхваляет Господа. Славит его. И он от изумления, говорит, там не мог говорить. Потом, ну-ка арестуйте. Его арестовали. Думали там долго, что ж с ним делать. И потом бросили в ров и негашенной известью засыпали. Есть такой известковый сланец. Негашенная известь. Это пережженный этот сланец. И он известку дает. Такие камни белые. И если на них полить водой, они начинают выделять энергию. Эта известка. Их образуется мел, который можно белить. Там все и так далее. А еще можно, если дробить его, то можно добавлять в другую каменную крошку. И получится бетон. То есть это все оттуда уже, да. Но бетон, когда заливаешь его, он тоже отдает энергию. Тоже он горячий пузырит, Саш. Бетон. Это же крошка тоже известковая. Это римляне первые придумали. Вот они оттуда это и взяли, прям со стройки, видать, притащили и засыпали его ей. А оно, когда падает на тело, тело имеет влаги очень много. 80 почти процентов. И оно начинает сжечь, представьте, прожигает всего. И его сверху по мостам закрыли, а он там псалмы поет. Бога славит. И все это три дня его там держали. Потом открыли. Да он же здоров. Не кашляйте его, говорит. Но они, конечно, что там говорить, страшно было. Да. Ну, такие чудеса Господь делал. Для чего? Вот все вот можно это. Читайте «Жития святых». Все это можно разговаривать, применять с такими людьми, которые не знают вообще нашей церкви. Хотя они благочестивые. Работают у них дети, там семьи. Ну, и сатана тоже обуяет так, что и грехи есть. Особенно они не понимают, что такое церковь, продолжение нашего рода христианского. Ну, конечно. Мне вот понравилось, когда Наташа, книги принесли ей, я их складываю, это мои складываю. Я говорю, а они тебе для чего в таком количестве роды? Наташа из Германии, которая приселилась. Которая из Германии, да, Наташа. Усатая. Фамилия Усатая. Интересно. А она мне говорит, я буду готовиться, буду смотреть откуда, я должна знать все это откуда, я буду всем рассказывать. Но чтобы рассказывать, надо читать. И что к чему, я все это соединю. А я так еду домой, доеду с ними, да, я потом приехала и думаю, ну надо же, это вот, это вот вас. А она не отступится, она вообще не отступится, ничего. Думаю, так она так четко, когда была у Аллы, так четко разговаривала с Анатолием Казмичевым. Он, да я первый раз слышу, что вот так, так все правильно, восхищался ей. Он задает, она отвечает, он задает, она отвечает. Алла мне звонит, и Людмила, что у нас было, что у нас было, вот у нее напор такой, да как, ну типа того, что кто может отрицать то, что я сказала. Если я взяла, ну она золотомустая, если она все, 12 к тому, это не знаю, как она сдавала, вот так рассказываем, как, даже там, кто бы на порту принимал эти книги. Она говорит, так, а эту книгу я, это, лишняя, там, 23, ну, а у нее 24. Она раз убрала, как раз килограмм, говорит, посмотрите. У нее во всех сумках книги. Во всех сумках. И провести-то я не кассу. Она везла, там, Владимиру, к Пащингу. А, которая училища на администрации. А, Владимир ей купил. А, она когда, а, не понял. Она ему заказывала. Все, привезла, и говорит, ну, все, 5 тысяч-то, все, да, бери, да, там, ну, будет, 5,5, бери, бери. Это у нас, бы, 50-ка это было. Ну, и, в общем-то, и я поняла, вот мне даже ночью объяснилось, кто, да, она, она там, скольких может, это, попробуй, ей вообще невозможно. А я говорю, а муж, как, он точно так же думает. Он говорит, молодец, давай. В самолете, она успела, посидела, после регистрации, женщина с какой-то, с ней она уже пообщала. Но он говорит, в самолете нас рассадили, я, говорит, до нее хотела, там поменялось, но близко нет, возле меня мужчина. Я, говорит, перед ним открываю книгу эту, начинаю считать, смотрю, он поглядывает. А, да, мы с ним, говорит, во сколько летели, там, 4-4 часа. Мы, говорит, все это время. Она не успокоится. А в интернете выставили крещение? Ну, как? Я вообще не знаю. Вот это надо посмотреть. Когда крещение, у меня есть, у меня, например, это в правиле, через год он там не открыл. А здесь, я думаю, это вот, это вот направо, и вот ты. У меня точно такой же. Раз ты уже до, только до крещения, что ты после крещения сделаешь? В апостолы. Это у нас сколько? Как святая Нина? Да, нет, вот как раз, как вы говорили, там, одного монаха меня называют, тебя там, как называют. Святой. Да. И бог. А вот после всего, то, что со мной случилось, так меня просто, ну, может быть, они смеются, говорят, ну, это, говорит, Мария Магдарина, говорит, что ли у нас тут появилось. Точно. То же самое. Когда приехала здесь, в деревню, иду, у меня любят ковку, ковку, ковку. Нет, бывшая грешница, вот чем я. Да. То есть, все, конечно. И начали, вот, в открытую не говорят, а мне передают, говорят, мамашка, что ли, вот, ковку приехала, да. Куда не узнают? Вот, вот, ну, потом в газете там в районе подписали. Ну, в общем, да. Вот, даете вы, еще не успели уехать, уже такая отдача. Прославили. Прославили. И Христа прославили. Слава Богу. А я это не знала, что смех там до себя. Сколько? 41. Всего 41? Матфея 26 глава, 33 тысячи стихи. Петр сказал в ответ, если все соблазнятся о тебе, я никогда не соблазнюсь. Иисус сказал ему, истинно говорю тебе, что в эту ночь, прежде нежели пропоет петух, трижды отречешься от меня. Толкование. По причине большой самоуверенности Петр один обещает не соблазняться. Посему Христос попустил ему пасть, чтобы научить его надеяться не на себя, а на Бога. И слова Христовы почитать достовернейшими собственного сознания. Притом слова, если все соблазнятся о тебе, я никогда, отзываются высокомерием и обнаруживают в Петре гордость и незнание собственной немощи. Вот, пожалуйста, только что, как раз мы про это и говорили. Как бы там ни называли, это нужно все по боку и смотреть только вперед, вверх. Вперед, вперед, небо нас ждет, когда исполним все. Надо сначала все исполнить. А небо ждет, Господь ждет нас всех впереди. Это все ничего не значит, впереди еще труднейшее будет. Как эти в собачьем сердце? Собрались, там и поют. Что, говорит, они там поют? Тяжелые, суровые годы уходят. За ними другие грядут прям. Большевики поют. Так это христиане, это все не христианское взяли. У вас-то должно быть, рай же на земле построили, у вас все хорошо должно быть. Это вы христианам устроили суровые годы. И еще хуже будет дальше-то. Уже детей будут брать и внуков будут брать. Рассориться со всем миром. Все, кровожадное общество. Коварнейших. Так что, все впереди. Поэтому искушения не будем бояться. Господь, для вас. Рассеивание. Рассеивание не забывайте. А что может нас сберечь от рассеивания? Вонение. Сберечь. Да. Что может сберечь от рассеивания? Господь говорит. Поражу пастыря, рассеются овцы, говорит сатана. Поражу пастыря. Овцы все разбегутся по холмам, везде разбегутся. Кто пастырь-то у нас? Христос. Христос пастырь. Значит, что нужно делать? Игнатий все время спрашивает. Вы молитесь, чтобы у нас священник был? Каждый. Чтобы наша община осталась? Если молитесь, делайте все. Христос видит все. А если Христос не захочет, как сказал Гамалию, оставьте их, вдруг вы против Бога идете. А если это от Бога? Вы их оставите? Они рассеются сами. А если нет? Блаженны вы тогда, что не пошли против Бога. Ведь проклят, кто останавливает меч Господень от крови, но и проклят тот, который наводит этот меч. Написано, лучше бы было таковым не родиться, а сразу ему жертвенный камень на шею и в море утопить. Поэтому нужно всегда оставаться христианином, молиться, любить друг друга, если у общества община есть. Она как может потеряться, если у него друг друга любит? Как? Молитва-то продолжается. Спасить у Бога любви не дает. Не дает. Духа любви. Да, Духа любви. Вот, пожалуйста, любовь какая. Долготерпение, милосердие. Не забидует, не превозносится, не гордится, не бесчинкует. Сорковое бесчинение. То есть, выше себя, допустим, женщина, она должна у ней чин, женщина, а не мужчина. Дальше, мирянин, у него есть свои. Допустим, в храме там нельзя разговаривать и так далее. У щица свое, у подьякона свое, у дьякона свое, у священника свое, у епископа свое, у митрополита, патриарха. Все, каждый по своему чину. Почему так все, о, перед патриархом падают патриархом? Это есть пройти огонь, воды и медные трубы. Вот патриарх, это медная труба самая мощная. Это все перед тобой склонились, а ты только пред Богом должен склониться. Это до какой степени нужно смирение иметь? А у нас все через пень называется Мафлотский, как-то сделано. Чтобы выбрать патриарха, нужно так молиться, так страдать. А здесь просто назначили. Сколько у вас там? Трое было, один заболел, один, а я ему передаю. И все, этот пошел, все, патриарх. Вот так. Даже в 18-м году такого не было. Жребью был, слепой монах там, из химонах, пришел там, показали ему, вытащил. И вытащил самого, говорит, непутевого на тот момент. Такая революционная деятельность, самого доброго, самого тихого, да, вытащил. Митрополит, этот, из митрополита Тихона, патриарх Тихона. А там, говорит, такие ревностные были, горячие мужи, двое или нет? Нет? И Господь так избрал. Нужно избрание, все-таки. Ведь это, видите, как, не раздражается, не ищет своего, не мыслит зла. Я бы никогда цветов не принял. Патриарх на день рождения цветы принимает. Мирское. Вообще ни к чему. А как с Путиным бы поговорился? Хоть бы раз сказал мне. Ну, ты посмотри на себя, образильный. Да же, сколько тебе это? Ну, борода, гляди, у меня уже борода сколько. Ну, отрасти, бороду. Ну, какой-то. У Ленина, поган себе, борода была. А ты? Такое государство, православие. И это, если ты верующий, хоть раз руку-то поцелуй. Ты не мне руку целуешь. Ну, не доноси. Ну, посмотрите. Цветы ему подарил. И пошел. Никогда не целует. Редко кто там у них целует. Конечно, целовала. Никогда не целовал. Не было такого. Не целовал. Крестился хорошо. Целовал никогда. Никогда не пулите вставленника. Потому что Господь знает. Не одно место, тем более президента. Просто так. Господь не равняет. Это вот то, что нам надо. Вот и хорошо бы было, если бы он с ним поговорил-то, с Путином-то. Да и с другими можно поговорить. Да и вообще, когда вот говорили, он начал там пугать. Начал всех пугать оружием-то. Ну, надо было... И патриарх сидит по центру. Вот прям ряды идут. Он первый сидит по центру. Надо было после него встать и сказать. Ну, хорошо, конечно, у нас государство. Сильное, могучее. Оружия много. Но сейчас я вам скажу примеры. К чему привело это, когда много у нас оружия. Вот до сих пор, сказал бы, на Колыме еще охранники ходят с пистолетами. 1895 года от царя-батюшкиного Санкт-Петербургского завода с еще эмблемой «Двуглавая Орла». И вот этими самыми пистолетами, вот этими пулями, которые царь выпустил защищать Отечество, убили всех и его самого. А такой ракеты-то шмальнутые, вообще никого не останется. К царю-батюшку там какие-то молекулы остались. А тут голбанут по Москве, и нет кого там. Путин будет или кто еще, непонятно. Никого не останется. Вот и напугали. Кого пугать-то? Есть старинная арабская пословица. Очень хорошая, мне нравится. Ну, там так говорится, говорится много. И потом говорит, не говори, что ты сильный, найдется сильнее тебя. Не говори, что ты мужественный, найдется мужественнее тебя. А что нужно говорить? Молиться Всевышний. Чтобы всего этого дал он тебе в меру. Сколько тебе надо? А у нас этого нету. Даже Дональд, которого считают идиотом, тупым там, и тот, заканчивает и Господь храни Америку. Господь храни Америку. Или именем Господа Бога нашего. Путин ни разу не сказал этого. Ну, православный же там, вот так вот крестится там. Что-то там еще такое. В церковь ходит, духовник есть. Ну, хоть раз. Ну, как можно отделить какое-то действие, которое ты делаешь на всю страну, от призывания имени Господа. Ну, хоть бы там раз и сказал, Господу помолимся все вместе. Но я не знаю, как будет Господа. А то вот это будет у нас такое повышение, понижение. Если Богу будет угорно, сказал бы в конце. Вот все бы по-другому пошло сразу. Но нету этого. Если патриарх говорит, что у нас с мусульманами один Бог, поэтому Путин, он боится какой-то вот, ну, не вражды, а отношения с сыноверцами. Поэтому он и не говорит. Вроде как государство у нас же не... Ему нужно и в мечеть зайти, и к семисвечнику еврейскому подойти, и к буддистам там поклутить, вместе с Шойгу эти колокольчики там и так далее. И к язычникам там, к шаманам еще побугнить там. Ну, это такое у него, такое правление, такое Бог дал ему, такое трудное такое вообще всем угодить. А как Господь говорит про тех, кому всем угодить? Ну, он такого и поставил, потому что... Нет, а Господь что говорит, когда всем угодить надо? Как говорит Господь? Написано, горе, если все будут любить тебя, горе. Его ненавидят поэтому, но его нет... Горь, горе. Его ненавидят не поэтому, что он православный, не поэтому ненавидят, а потому что народ в нищете живет, а рядом с ним все перекатываются, с жиру бесятся, вот и все. Почему? Простое дело уже, поставить зарплату на место не могут. Уже этими нефтедолларами давно бы могли все... Сестры, нефтедолларами можно было давно зарплату на место поставить людям, пенсию дать нормальную, чтобы пожили хоть чуть-чуть, столько пережили. Газ в деревне провести газ, а куда-то все-то что-то тянуть... Ну, в Чечне везде, в Дагестане газы показывают, они там жируют, отапливаются, вообще ничего не платят. Все счетчики побиты. Сейчас только начали что-то делать. Рука руку там моет. А в Кемерово нельзя. Почему? У них пускай углем топятся. Слышь, вот умник, ты сам потопись углем. С грязью плачет. А потом будешь уже знать. Они там не топят грязью, какую-то сажу этой. Поэтому, конечно, все нормально у них, у них в Москве там. А у нас газа даже не надо в Москве. Ну и правда не надо. У вас тут есть. Жили всегда там в теплых домах, купались в бассейнах с нимфами. А народа-то их не видели никогда. Сказки только рассказывают. Не надо. 35-й, 36-й стихи. 37-й, 39-й. И, взяв с собой Петра, обоих сыновей завидевых, начал скорбеть и тосковать. Тогда говорит им Иисус, душа моя скорбит смертельно. Побудьте здесь и бодрость идти со мною. И, отойдя немного, пал на лице свое, молился и говорил, Отче мой, если возможно, доминует меня чаша сия. Впрочем, не как я хочу, но как ты. Толкование. Не всех берет учеников, а только тех троих, которым явил славу свою на фаворе, дабы не соблазнились, видя его молящимся и скорбящим. Но Иисих троих оставляет, и, отойдя от них, начинает наедине молиться. И скорбит он и тоскует, благопромыслительно, дабы уверовали, что он истинный человек. Ибо человеческой природе свойственно бояться смерти. Смерть вошла в человека, человеческий род не по природе. И потому природа человеческая боится ее и бежит от нее. Скорбит вместе и для того, чтобы утаить себя от дьявола, чтобы дьявол устремился на него, как на простого человека, и умертвил его. А таким образом был неизложен. С другой стороны, если бы Господь сам пошел на смерть, то подал иудеям повод говорить свое оправдание, что они не погрешили, убив его, так как он сам пришел к ним на страдания и на смерть. Отсюда понятно, что и мы не должны ввергать самих себя в опасность, но должны молиться об избавлении от них. До того он и не отошел на дальнее расстояние, а находился вблизи троих учеников, чтобы они могли слышать его. И когда впадут в искушение, сами молились бы подобно ему. Распятие свое он называет чашей или по причине успения, так как он почил от него сном смертным, или потому, что оно соделалось причиной нашего веселья и спасения. желает, да мимо идет чаша сия, или во свидетельство того, что он как человек естественно отращается от смерти, как выше сказано, или потому, что не желал, чтобы иудеи впали в такой тяжкий грех, за который должно было бы последовать разрушение храма и гибель народа. Хочет, однако же, да будет воля отца, дабы и мы знали, что должно более повиноваться Богу, нежели исполнять собственную волю, хотя бы природа влекла к противному. Или для того молился, да мимо идет от него чаша, чтобы не изменился иудеям грех, подобно, как и Стефан, научившись от него, молился о побивающих его камнями, дабы не изменилось им это в грех. Вот какое серьезное повествование нам оставили. Господь все могущий, все видящий. И вот пришло время идти на крест и молиться Господу. Доминует меня чаша сия, страдания. А люди сейчас безумствуют ради того, чтобы денег и славы поиметь. Что только не делают, из самолетов прыгают, и в пропасть бросаются, и на трубы какие-то лезут, и в какие-то подземелья там лезут, крыс каких-то искать. Чего только не делает человек. А здесь на земле под солнцем или под льной не знает, что делать. Один боится остаться самим собой. Вот проверьте себя, верили вы. Выключите все, что дома есть, телевизоры, радио, что там есть. И сядьте и почитайте Слово Божие. Читайте Слово Божие, останавливайтесь вот так и размыслите над Словом Божьим. Как вы в сегодняшней обстановке и на какой вы стадии веры своей находитесь. Как вы относитесь к общим священникам, как вы относитесь к царям, к тому как вы относитесь к тому, что у вас неверующие рядом, и рядом. Размыслите, что бы вы им сказали, о чем бы вы помолились Господу. И глядите, сами себе составите молитву уже. И может быть это уже будет начало молитвы даже. Будете молиться Господу. Что-то не запомнили, запишите себе, ложите на память, вспомните тех, которые почили сестер, братьев, вспомните, как они с ними жили, что доброго они сделали, как вас будут поминать, если вдруг отойдете. Ну, то есть, нужно уметь оставаться одному. Потому что когда-то хлопнет эта крышка, и все, мы там оставимся один. человек рождается один и уходит один. И что его может взбодрить? Что можно человеку? Как бодрствуйте? Бодрствуйте и молитесь, говорит Господь. Приду как тать. Только сила Божия может спасти Божию. Да, глядите. А индорская волшебница вторая церковь. И она вызывает Самуила пророка. Это невероятно просто. Господь показывает первое свое домостроительство. Не Давид вызвал Самуила. Не молитвы священников. А Саул пришел к индорской волшебнице и просит Саул надо узнать как завтра битва служится. Вызови. И она говорит стоит косматый с горящим взором. А это он точно это пророк. Это он говорит. И что он говорит? Зачем ты меня вызываешь? Вы завтра же будете все со мной. Ты твой сыновей твоих и ты. Зачем ты тревожишь битву? Вот вам многие такие ответы на это идут. Не надо лишний раз тревожить духи. Нужно молиться уметь правильно. А то можно такое потревожить, что небо дрогнет. Ну и ясно, что душей не будет почтения твоей. поэтому нужно из жития святых читать. Там много примеров Слово Божие знать нужно очень хорошо. Это Ветхий Завет. Ветхий Завет сразу нужно начинать читать. Я когда начал читать книгу бытия еще, только начал читать, я сразу отложил ее в сторону. Вначале сотворил Бог небо и землю земля же была безвидна и пустая тьма надлезная. Я сразу отложил такой вздохнул такой ничего себе думаю нужно думать здесь вначале сотворил Бог небо и землю сотворил а я геолог я знаю как все это творилось катаклизмы и главное люди сразу отбрасывают Бог сотворил ерунда какая-то все они не могут понять нет я не оббросил сразу нет думаю ну книга надо дальше животные птицы я сразу подумал так курица или яйцо и птицы полетели по небу Бог курицу сотворил сразу ответ моментально думаю так это маяца даже не надо сказал что в Библии написано что курица сотворена и все уже пропало то курица или яйцо и прям великий спор мыслитель и там какой-то тысячелетие спорят так когда верующий все так легко все складывается ну представляете если бы Путин был настоящий верующий как бы легко все было то у него шло просто правитель все просто правитель что нельзя молиться что правитель искренно верующим стал что ли если бы он стал искренно верующим царь Николай бы отрекся бы от всего и все зачем мне это все надо и все и отдал все и ушел и чем дело закончилось когда он верующим стал а Россия это никакая держалась на его вере все на вере императора он был верующий старый верующих их убивали и убивали у него уже народу не хватило эти народовольцы за 20 лет убили 2980 с лишним человек самых самых высоких и средних правительственных учреждений начальников их заместителей кого ставить то уже он поэтому и сказал в конце дневники написал кругом ложь предательство и измена вот и все и что хорошего народовольца революционеры добились то а потом сами себя начали убивать почему одни предатели изменники лучших то выбили которых царь выпистывал в молитве просил у бога в молитве просил он же не просто так молился а царица была какая верующая а дети девчонки были девчонки настоящие женщины и главное интересно там Ольгу эту воспитывала старшую она у него это была полковник семеновского гусарского полка гвардейского на коне там все скачет и все таки девчата боевые зачем им эта война она должна быть ну какая она верующая пускай будет домохозяйка как она там детей бы воспитывала и так далее вот войну всю войну толкал а потом в конце уже понял что-то Господь как-то открыл ну она не говорится как открыл нигде не видно видать когда в заточении сидел уже когда трех или когда война была все ведь дело все в том что в семнадцатом году готовилось очень сильное наступление в семнадцатом году война должна была закончиться с двух сторон должны были ударить по Германии Россия и Антанте и прихлопнули бы немцев и немцы прям всеми фибрами души как как ее задавить и уже это Ленина туда послали их точно в точку попали страна страна рухнула во мгновение ока как все-таки важна молитва поэтому ну Распутин молился верующим поэтому и надо о царе нашем батюшке все знать и молиться за него а вы все умные сразу злобствовать не надо злобствовать что там семь пядей во лбу что ли что творится в стране вот злобствовать не надо ходили бы все в бекешах на конях тут ездили на золоченных все понятно так молиться надо молиться об этом молись об этом да не угодно это Богу не угодно мы такие просто вот так молимся чтобы не душа его в воду то не сгорела хоть бы покаялся сколько там врат времени час пять час пять минут еще почитаем о тут вот у нас что идет 40-41 стихи и приходит к ученикам и находит их спящими и говорит Петру так ли не можете вы один час бодрствовать со мною бодрствуйте и молитесь чтобы не впасть в искушение дух бодр плод же немощен вот на дурное бодрости хоть сколько есть не остановиться вот малышей вот этих вот он сейчас сидит спит а там надо уже спать ложиться давайте ребята идите спать дурачатся дурачатся что-то бегают вы же будете спать на службе давайте днем немножко вот смотришь только раз позавели что там еще повошлись все потом поднимать надо ну хрукает это я хруплю а не хрукает как только на доброе дело сон нападает и все а почему так сон нападает не бодрствует нету цели бодрствовать а что бодрствовать да так все хорошо нормально ну что там ничего не болит там что помолился уже вроде сегодня много дел сделал сам себя пожалел все отрубился сейчас Господь говорит толкование поразив обличением снова успокаивает их говоря хоть дух бодр но плот не начнет а плотская немощь противится духу не то говорит заповедует нам чтобы мы были вовсе без напасти напасти или искушения достаются венцы а кто не искушен тот и не венчается но то чтобы напасть не поглотило нас и чтобы нам не попасть в чрево искусителя врага как некого зверя вот о чем велит молиться ибо кто побежден врагом тот уже вошел в чрево его побежден врагом кто говорят нам четыре случая когда побежден врагом это когда ты похулил духа святого все с духом святым связано да тогда невозможно человека вывести а как он похулен не похулен ну это сложно узнать но если даже ты понимаешь что что то есть надо предупреждать такого человека предупредить там написано дальше а таком говорит и молит не молиться даже если смерть не грех а таком не молиться то есть Господь уже занес меч свой кровь брызнет а что нужно делать только молиться чтобы самому не впасть чтобы никто рядом не попал вот как Корея до Фаги до Веронии ничего уже не сделаешь а дети тут при чем это не о том что в Бога не верит вообще никто практически так что это не про то что в Бога не верит а похули Духа Святого не в Бога не верит это это все это все добро отрицать я вам вчера беседовал там с ребятами на шиномонтажке я попросили они там рассказать как так сотворение человека то есть я говорю почему человек сотворил почему Бог сотворил человека при избытке любви любви своей я говорю вот вы же имеете любовь к родителям к детям к женам есть же это понятие да есть откуда оно берется кто вам его дал такой понятие а у Бога представьте сколько должно быть любви он не знал куда девать эту любовь как показать поэтому и троица троица мне никогда не понять я говорю ну как не понять просто уверую и все отец сын и дух святой между ними всеми троими любовь великая любовь причем которая изливается вне еще самого Господа и вот мы появились пожалуйста сотворил там мужчину и женщину я говорю тоже все надо рассматривать как что сотворил мужчину сотворил но не хватило им не нашлось достойного помощника ему и он делает из мужчины женщину почему так мужчина к женщине тянется ищет чуть не через одну моя это не моя ребро все свое никак найти не нужно все одна любовь есть нашел радуйся да ничего нет ничего нету хотят придумать что Ева значит такая нехорошая все а левит она молодец она бы ее бы оставили да первая как женщина сотворенная без ребра без ребра мужчину и женщину мужчина сотворила дама а женщину левит что левит плохая пожалуйста она ушла а потом он взял ребро и сотворил а Ева оказалась хорошей и начала беседовать сатаной и получили проклятие ну конечно конечно даже не даже не обух но есть такое это вторая глава ну там как бы плодитесь и размножайтесь с каждого для человека а как плодитесь и размножайтесь если у тебя кисонька пришла вот она какие глазенки соскучилась кушать хочет я ей там все выводила а нашли да нашла все слава Господу вот и этот Адам давал название животным там кошка кошка надо же кошка по глухонему вот так вот вот так гладить гладить кошку не ослана интересно вот так а вот а вот а вот все ну и ты как Господь все сделал но не было женщин не нашлось того как он в глазах увидел или что и Господь понял любите друг друга никогда меня так Адам не полюбить не поймет он чего-то такое песня куда Господь не знал что Ева ему нужна но он один пожил а он посмотрел видать посмотрел Господь да действительно плохо ему живется а сотворю ка ему вот так хоп навел сон ребро взял чикс Ева сделал и встал муж и сказал пророчество это плоть от плоти кость от кости мы плотят плоти и прилепится муж к жене своей муж к жене своей ему тут два одной плоти покинет отца и матерь уже еще никого нету прилепится и прилепится к жене своей прилепился к жене своей и все и она ему дает уже уже все согрешила она согрешила ему засовывает туда это с какой совестью надо было пихать когда все ты уже видишь что не то кошмар а он же как теленок представьте такой помните как я это читал на занятии апестина наложница царя и бьет его по щекам снялась венец венец на голову одела а он улыбается на нее как младенец она нахмурится вокруг нее уже ходит она улыбнется и он вокруг счастливый вот что значит сильна женщина но победит всех истина и начинает говорить о Боге об истинном и до такой степени понятно все это становится вот какие были восприимчивые к вере да я хотела про любовь мы когда начали говорить и когда я вот начала все читать я читаю Бог есть любовь ну и так меня это затронуло я вот давай где придем там чай пью где-то я все вы знаете что Бог есть любовь и начинаю и у меня слезы вот так они на меня смотрят и уже так ну успокойся ты ну да Бог есть любовь я говорю вы себе представляете он нас так любит ведь Бог есть любовь и вот так я моталась и вот так я моталась вот это вот это вот бегало вот это все все как ты говорила Бог есть любовь они говорят ну понятно ну и что дальше ничего не понятно а я это я не знаю я чувствую им не понятно да если бы им было понятно они бы сразу сказали давай откроем место писания и прочтем о любви Божьей и открыли бы ноя как потопил они же сразу не будут да глядите больше еще и даже говорит если говорит а тренер отвергнет мать от груди дитя свое и барс потеряет пятна я не отрекусь от тебя говорит Господь я же вот ее наставляю свою дочь я же могу и построжиться и глядите если до конца дойти Бог когда убивал любовь была топил мир любовь была Божьей а теперь дальше никогда любовь не перестает что на это скажете а что впереди что-то будет впереди огонь будет Бог все сметет огнем любовь не перестает и почему по любви по любви к кому к человеку чтобы наконец-то мы все единой общиной верующих людей соединились с Господом нашим и солнце говорить не будет потому что Господь Бог ваш есть солнце для вас и тогда ты будешь находиться сестра среди всех верующих и все тебя поймут а сейчас тебе приходится идти с этими слезами это проповедь и другой кто-то там один может из сотни которые видели тебя задумается и скажет что же она плакала так ну любовь любовь я знаю что любовь я сам вчера у Машки был любовь отличная была у нас а там на той неделе у Глажки нормально все было ну-ка чего она плачет так любовь любовь ну хорошо любовь до слез-то да и вот когда мы ходили в этом в этом сумасшествии и когда я меня все значит обвиняют что там что-то не то и и когда я нашла вот это то что а люди такие же думаю нет я не одна я мужу говорю слушай я не одна такая вот община для чего нужна понятно для чего съемки мы это самое представьте вот человек человек там где-то искал тысячи километров с такими же чувствованиями как у нас во Христе Иисусе Господь как рассеял всех везде ну и почему и назвали-то община интернетная я говорю а это а Наталья Русатая говорит онлайн община онлайн ну то есть стало понятно мы же все вместе сейчас разговариваем друг с другом в одно время как интернет Господь такой сделал вообще отставания никакого Сережа читает в Барнауле она в Бейруте сидит Лена слушает Наталья усатая 4 часа разница и все это одновременно Господи слава а потом кто-то начинает обвинять это помойка там порнография ничего этого не знаю я мне ничего это не надо мне дождаться когда занятия будут опять встретиться интересно кто за вопрос мне все интересно кто вопрос первый задаст духовный ну редко это бывает пока что но я теперь понимаю почему это нету этого многие потому что Игнатия Тихоновича читают слушают и поэтому ответы есть а до большего дойти пока ну еще и нет времени и поэтому Игнатий Тихонович говорит ну когда будут ответы и тогда давайте читать просто ответы и все и сейчас начинаем читать и тогда люди подключаются уже братья тогда начинает свою мысль высказывать ну робко еще ну уже уже видно что прям начинается ожила жизнь ожила я говорю Сережа я говорю в это в твоей скайповой рутине я вам засыпаю ты вот читаешь 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 а ты говорю как это действует как снотворное я-то уже много чего знаю сижу сижу когда ну что сказать можно начинает что-нибудь говорить ты там обижаться начинаешь начинает там песочить кого-нибудь опять не тот сказал что-то то забанишь у меня то еще что-нибудь а тут раз Игнатик говорит давайте оживим я говорю Игнатиныч как мы дошли до этого молился у нас говорится пока жареный петух не клюнет мужик не перекрестится вот что-то дошло и сразу моментально все оживилось так жалко этого бориса то нет 52 он что-то куда-то пропал такой был я говорю троица это не понятно троица я же прочитала что как солнце солнце бог тепло это Иисус Христос то есть ты же чувствуешь что это тепло и Дух Святой или свет наоборот Свет Иисус Христос а тепло Свет Иисус Христос а тепло которое остается еще ты чувствуешь Ты чувствуешь, что это тепло от солнца? Вот на солнце-то одно, а в трех лицах. Все, у меня все с вами происходит. Все с вами происходит. А это только раскрылся. Огонь тоже сравнивают. Со солнцем и с огнем тоже можно сравнивать. Свет, тепло и свет. Да, то есть сам огонь, вот сам костер, вот свет, который исходит прям, когда мы сидим, помните, на костре, и уже темнеется, а свет есть. И тепло от него идет. Комариков там тоже, а комаров было. Ой, море, я вся вообще приеду, вся, запись на все. Ну, это, тройным одеколоном надо, тройным. Не поздно, наверное. Нет, не поздно. Ну, как же не поздно. А то, что чешете, а когда тройным сделаете? Соды, 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 про соды точно. Перекисью можно еще, перекисью водорода. Перекисью, ну и сода, хорошо, она рассасывается. Видно, что отвыкли уже, организм отвык, потому что прям сильный. Да, сильный. И царапать нельзя, потому что это, да, вот эти, как они, инсициды эти, они расчесываются по всему телу. Вы знаете, что у нас занятия проводятся, 8 человек занятия проводятся. Если меньше 8, то можно занятия проводить индивидуально. Там вопросы задаем или что-то читаем такое. Вот сегодня у нас, видите, сколько человек? 10 человек. Батюшка была, 11, еще тут ушли. Ну, короче, у нас сегодня кворум был. Так что, никогда не пропускайте занятия по скайпу. У нас Сережа старается. Хорошо, слава богу. Я, например, смотрю, там собрания еще как-то, ну, вот занятия обязательно смотрю. Ну, и когда Игорь, вот, он ведет занятия. Интересно, скажем, ты как объясняешь? Ну, Господь так дал. Господь дал это. С самого начала причем. Это никто даже... Это я только уверовал и сразу... Я вообще и так много знал, а история соприклась... Это же все история, только не Иисуса Христа мне не хватало. И поэтому много примеров идет. Я Жития Святых сразу прочел в первые же годы, как я... Златоуста и Жития Святых я за первые три года прочел. И я проповеди говорил здесь, в храме. Много проповедей говорили. Потом... Ну, тоже вот смотрим проповеди Игнать Тихонича. Вот твои, там, Златоуста, когда вы читаете, это тоже очень интересно смотреть. Там не набирает много этих просмотров? Да. Потом, когда ты сказал про Википедию, я раз тоже так думаю, да? Это я тоже... Да. Помнишь, что ты про Википедию? Что ты открываешь? И там вот это вот кратко, четко вот информация. Да, да, да. О любых причем событиях, даже библейских. Да, да, все что угодно. Я вот уже вот это... Я прям скопирую себе, у меня папка, я туда прям раз бросаю, чтобы вернуться еще. Да. Прям берешь, копируешь синенько, вот так раз, все, и копировать. И потом делаешь, это, микро... это, ворд. И открываешь обязательно, чтобы была бумага. И туда раз, сбрасывай, и вставить. И там идет перечисление вот эти внизу. И ты на все, там, где все можно, с фотографиями, там, да, с цифрами. И она тебе, хоп, все копирует. Буквально там 50 страниц, оно 10 секунд 15, оно тебе все копировало. Ты берешь себе, подписываешь, что это такое, и в папочку эту. Можно отдельно религия, можно история, можно какие-то еще. И потом, когда у тебя время есть, ты раз и подробнее прошелся. А я все пишу в тетрадочке твоей, и везде с этой тетрадочкой, и везде это. То есть там где-то мне нужен компьютер, там, чего-то там. Ну, хотя в телефоне можно это все перебросить. Да, но все равно, да, вот есть люди, которые вот так по памяти, а я так все записываю. Записываю, просматриваю, прочитываю. Ну, надо оставлять памятники все равно. Да, конечно. Тем более, когда компьютер давно такой массовый. Ну, вот Господь, видите, как показывает нам человечество свое, но в то же время милость свою показывает. Видите, мог бы отбиться Господь, как нечего делать. Двенадцать легионов ангелов, они пришли бы там, всех разгромили бы, и Господь никогда бы не был на кресте. И никто бы не понял, что вот он, Бог, и все. И никто бы не уверовал, ничего бы не было. Если бы уверовали механические принятия. А Господу нужно было именно идти тем путем, которым он свобода выбора человека. Не вероисповедание, а свобода выбора. Игорь, вот ты как раз теперь мне совсем должна спокойно. Вот Судин как раз нам для того, чтобы мы, мы, для терпевших на это, потом поняли, что нам это нужно было претерпеть, чтобы что-то получить. Как Христос говорит, можно чашу, чтобы не у меня. Можно, чтобы нам вместо Путина другого, какой-нибудь Господа с небес. А мы должны себя воздвигнуть так. Сами его создать, какого мы хотим. Нет, нам вообще лучше всего-то был Ленин. В мучениках-то сколько зашло на него. Сталин это уже потом мелочи, там хоть жить давал, вот там работали просто сильно, правда, очень. На Колыме особенно. А Путин что-то совсем слабенько, да? Надо помолиться, чтобы Господь еще Ленина дал. Так они и молятся, эти люди-то. Антихриста Бог-то и даст. Я вот к чему веду-то все. Люди-то молятся, чтобы, Господи, дай такого, чтобы нас все боялись, и чтобы мы прям везде правителями были. Ну, скажи нам, когда начнется время-то, время, вот именно то время прихода Антихриста. Он говорит, когда начнется? Начнется начало, когда убили Христа. Оно уже началось 2000 лет назад. Вы думаете, оно сейчас начнется? Оно идет. Вот сколько страданий? Оно уже идет. Это не время, когда вот он придет. Вы уже в нем живете. Вы все испытания терпеваете. Вы все, ну кто испытания? Ради Христа терпеваете? А не ради какой-то своих этих... Амбиций. Амбиций, да. А вот именно, что страдаете ради Христа, для Христа, с верою. Все. Вы что ждете? Вы думаете, что? Вот сейчас идет период какой? Он сказал, сейчас идет период следственный. Вот когда человека посадили, проводится следствие. Следующая там уже ему выносит прибыль. Я вот следствие идет, а следующий уже судья придет. Все. Сначала вот 2000 уже лет мы идем. Я думаю, ну как быстро, четко там все. И что тут так с такими-то... Всем они... А вот кто-то скажет, вот кто-то там... Север успокоится, дальше проходит. Вот это вот толкование. Он не так восстанавливает. Это про Иосифова? Нет. Сусоев. А, Сусоев. Он же все про мусульману. Ну да, он по мусульману. Прошусь. Люди ищут справедливости. Вот я тоже раньше вот это у нее гармония, нужна какая-то была справедливость. И когда я слышу вот это вот, а где справедливость? Вот это вот это вот, ну только ее нету здесь. Ну нету. И люди, ну как это мы должны в справедливом государстве жить? Мы все по справедливости, по это да. Ну жалко про меня. Я хотел сказать сейчас, у нас сестра Елена уезжает. Ты до Казани, да, едешь? В 17-м. Летишь? А, нет, на Казани. На поезде едет она 17-го числа, поэтому молитесь за путешествующую. 17-го, 18-го. За путешествующую. Больше она у нас тут не появится в ближайшее время. Теперь только в Казани. В Казани вы там уедетесь? Нет, я в Яшевьяновск поеду с этой Екатериной Голубевой и мы у тебя встретим. Которая ходит по больнице. Ну, ну, я понял, да. Если получится, с ней встречусь. И вот эта, которая у нас на занятии, Ксения Юрова. Она тоже там живет. Вот тоже вот все мы вместе. Хочешь с ней пообщаться, да? Если у нее вот такая возможность... Ты молодец пока. Ты потом, когда поедешь уже домой, я потом в Москву и все улетаю. Ну, у нас Лена остается, а Андрей где с Валерией, я не знаю, но они могут куда-то и уехать, я так понимаю. Сейчас лето. Они, скорее всего, в деревню где-нибудь, да? На Новосибирске они. На Новосибирске они? Ну, я так и подумал, думаю. Потому что мы так хорошо расстались, думаю, не может быть, чтобы они больше не пришли. Не верю я в это. Я думал, что придут. Я думал, что придут. Потому что мы так обнялись. И уже до того дошло, что и Валерия подошла тоже. Говорит, а где там Игорь-то? Я с ним еще, говорит, не обнималась. И я уже поздравил ее заодно. Я уже это сначала-то вообще подальше от нее. На всякий случай. Ну, да, когда крещение-то было. Сестер-то всех поздравляю. Ее издалека поздравил. Думаю, она сейчас посмотрим, что. А Андрей такой спокойный. Все. Потом обняется. Он говорит, ты меня уж прости. Я говорю, да какие сейчас. Все, я уже забыла бы все. Что-то, наверное, попало туда. Ну, да, я думаю, что там беседы еще были с братьями. Потому что они одни никогда не оставались. Так что. Я думаю, что слава Богу. Да и то, что там было на собрании. Вообще, да, нейтральная такая. Церковный совет. Церковный совет все-таки, да. Такой песнейку-то они где-то, да. В другом мире. На другом конце. Упрощенном, но в другом. В каком-то замке в таком. Видели только с высоты, что люди-то ходят. А когда начали беседовать, а все отзываются. Ну, кто, Игнать Ильич? Ну, ты бы, Дмитрий, ты бы у нас вообще не остался. Он только приехал с пылу жару, как говорится, пирожок. Да, конечно, остался бы. Ну, и как, какие, вы что? Ну, все родные мои. Юргий, я бы тоже остался. Я бы, да, я бы. А этот Сергий, у него такие стихи. Сейчас бы прочитать это стихотворение-то. Это не важно не прочитать. Это надо записать. Он что один, что второй, что третий стихи. Вот такие прочел. А такие сложные. Да, они по духу. Здесь есть? Ну-ка, прочти. Ну-ка, давай, прочти. Ну-ка, прочти-ка стихотворение. Вы даже не представляете. Кто не слышал? Он меня спрашивал, говорит, ты, говорит, в контакте? Я говорю, нет, я никаких контактов, ничего. Он говорит, я тебе послал. Ну-ка, прочти-ка. Ну-ка, мы посмотри, послушаем. Сможешь прочесть? Давай, я прочту. Она же сама будет. Он начинает читать уже слезы сразу. И это вообще, как будто ходишь, когда-то поднимаешься далеко. Вот как бы в земле теряешься. А Игнатик, значит, я не слышала стихов. А я, ну, знакомлюсь с ними, думаю, завтра как я же буду говорить-то. Вячеслава я немножко знаю. Вот. Хорошо. Проходь, иди. Сейчас, вот видите. 20-е, 01-е, 2019-го года. На смерти конописца Сергия, прошившим много лет, парализованными сегодня, отошедшим ко Господу. Прими, Господь, своих по духу, деяния чьи и скромный быт, слезами выполнены чутко в смиренном шепоте молитв. Спаси по милости те души, кто друг заблудших и больных, кто спящие сердца и уши жёг вечной правдой слов твоих. Да что это тут такое? Вы с космой-то. Читай. Прими, Господь. Да всё, я уже читал. Давай там с третьего. Спаси по милости те души, кто друг заблудших и больных, кто спящие сердца и уши жёг вечной правдой слов твоих. Их упокой, молю всеславный, от вредной участию твоей. Грехи прости, Господь, все благи. Своей волею святой. На слово Божье исцеляет во веки вечно или на миг, оно всегда отображает животворящий Божий миг. Так, тут ещё несколько стрелок. Ну, это потом всё. Главное, чтобы показать, что действительно стихи такие, духоносные. Так, давайте помолимся, поблагодарим. Отец наш, небесный, Благодарим тебя за все занятия по слову твоему святому. Благодарим тебя, Господи, что даровал ты нам братья и сестёр из такого далека верных тебе. Благодарим, Господи, что ты находишь там, где, казалось бы, уже пустая выжженная земля. Помоги, моли, новости, Господи, ещё многим из нашего языческого племени войти в Царство Твое Небесное через Слово Твое Святое. Помоги, Господи, еврейскому народу остатку его спастись. Даруй, Господи, нам для этого благовествовать всем и справляя жизнь свою каждый раз, Господи, когда мы касаемся Слово Твое, чтобы мы всё ближе и ближе были к Тебе. Даруй, Господи, нам всегда оставаться в этой первой любви, которую мы помним, Господи. Слава Тебе, Господи, за эти слёзы, которые Ты даруешь по вере Твоей от слов Твоих святых. Благодарим, Господи, за тех, кто потеряет тебя, за тех, кто в дальних странах и путешествует, братья наших и потенциальных братьев наших, тех, которые на занятия выходят или желают, или ищут. Найди, Господи, благослови тебя за батюшку нашего, за нашего наставника, брата Игнатия, духовного отца. Помоги, Господи, Тебе слава Тебе, слава Тебе, отец и блэ, святой дух. Аминь. Путешествующий. Сахани, Елену путешествующую и тех, кто будет ещё путешествовать, братья и сестьё, Севастьяна, Александр, Сачания. Слава Тебе, слава Тебе, все отец и блэ, святой дух. Аминь. Батья, Иди сюда Лена, прощай Благодарю вас, сестры, братья Благодарю Енатия Тихоновича, отца и Акимов За теплую встречу Мы это можем даже говорить от всех нас Которые были здесь, приехали Принять крещение Уезжая, вы для меня остаетесь братьями и сестрами Во Христе Иисусе А ты члены наши общие Ну, Господь знает Исаия, какая, 13-й, 14? 13-й была Да 13-й, 14-й Поэтому, да, я не знаю Господь всего правит Благодарю вас всех А мы так все думали Как же, когда приедут люди совсем незнакомые Как на совете Ну, сказать-то они, что Ну, я сяду в совет Никого больше не Вот Алену знаю, там Андрея Знаю А больше, ну как Ну, знаю, что ходили на занятия люди Думаю, как же это определиться все А когда приехали все И оно как-то само все определилось Даже Сергея Семенова мы не знали Но когда вот он беседовал Там занятия у нас были до этого Там, считай, день целый прошел Сутки больше даже И вот он когда стихи читал И все Ну, все Он на свои места просто встал Да, мы семья Вот, правда Ну, Лена, допустим Наталья Усатая Ну, Вячеслав Семенов Понятно было А вот его жена Ее никто не знал Или его отец тоже Его никто не знал Как быть Нет, мы прямо как будто Мы знаем друг друга Вообще Об одном и том же все говорят Калинников он вообще всех соединил Это какой проныр Он какой-то Как всех вот мечом связал Вот так стянул Вроде бы такой не путевый А как катализатор какой-то явился И там он знает И там он был У Игнатиховича был Был несколько раз Там все-все И Фроликова он этого И опять все забываю этого Терпилу этого бедного С женщинами С ней Сутормина Сутормина этого Короче, вот так все И все беседуют об этом Ну, Игнатиховича, конечно Игнатихович подбудет немножко Раз уйдет Как бы я в сторону ушел Оказывается, он тут рядом был За дверью Я думаю, он в город уходит А он за дверью тут рядом Все-то занятия проходят Все, а он тут отдыхает И молится, видать Чтобы Господь все утишил Ну, потому что он Он не себя выставляет Конечно А Господа Поэтому, когда братья Чашку дынули Я говорю, вы что Вы думаете, что я Бога боюсь меньше, чем Игнатиховича, что ли Вы о чем говорите У меня в доме И вы ныряете в чашку Ну, раз Сразу-таки Отошли Я говорю, это просто Искушение какое-то Кошмар Тебя проверяли Да, наверное, Господь Меня проверял Господу наш Слава в веки веков Аминь Помогите Тебе, Господи В путешествия Мы рады Что ты у нас Давай сейчас Сюда Ты умеешь Сюда